наш господь царь славы поэтому ему принадлежит вся слава как нашем собрании так и во всей нашей жизни слава нашему господу бог благословил нас и в этот день даровал нам прекрасное время возможность находиться в доме молитвы на дворе прекрасная погода мы теперь так называем после жары да когда чуть-чуть тучки уже не так жарко как было вот недавно вчера в кое-каких местах даже что-то было похоже на дождик и так приятно было до прохлада такая чуть свежесть вот я вчера подумал но пройдет месяца полтора и мы будем уже жаловаться на эту влагу на этот прохладный дождик и опять будем скучать и ожидать солнца правда но так мы устроены так устроен человек я хочу предложить вашему вниманию место священное писание но вообще-то я буду много мест писания приводить мы немножко порассуждаем это 7 глава евангелия от матвея с первого стиха не судите да не судимы будете ибо каким судом судите таким будете судимы и какую меру мерить и такую и вам будут мерить и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего а бревна в твоем глазе не чувствуешь или как скажешь брату твоему дай я выну сучок из глаза твоего а вот в твоем глазе бревно лицемер вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь как винуть сучок из глаза брата твоего вот такое резкое слово сказано иисусом христом это вообще-то идет продолжение его нагорной проповеди вот который начинается в 5 главе евангелия от матвея и мы все знаем именно начало этой нагорной проповеди потому что там как мы говорим есть заповеди блаженства и христос говорит от тех кто блажен и по какой причине вот дальше он ставит разницу говорит между его учением разница и между законом который был дан израилю дальше идет 6 глава там много тоже советов по учений наставлений чтобы мы не придавались слишком много суете заботам помня то что у нас есть отец на небесах который очень сильно переживает о нас знает все наши нужды знает все наши планы все наши намерения вот говорится о посте о молитве о милости много-много говорит христос вот ведь этих главах и седьмая глава начинается такими словами а вот не судите и не судим и будете ибо каким судом судите таким и вы будете судимы и какой умер вы мерите такой и вам отмерят и складывается такое впечатление и смотришь эти слова на эти слова христа и вообще-то нам вообще запрещено кого-нибудь за что они будут судить часто люди спекулируют этими словами которые сказал христос и на малейшее замечание в их адрес по поводу их нехристианского поведения или одежды или еще чего-то не сразу парирует такими словами они не суди а чё ты меня судишь не судите и судими не будете или не будете судим и как будто бы посмотрите человек прав но действительно так же написано так христос сказал не суди вот но говорит ли это местописание о том что мы мы абсолютно действительно не имеем права никогда никого и ни за что судить или же все таки можем а то иногда и нужно давайте мы порассуждаем немножко подумаем как я уже сказал перед этим 6 глава мы читаем там много разных советов разных от слов иисуса христа и я читаю некоторые из них и так когда творишь милостыню не труб не труби пред собою как делают лицемеры в синагогах и на улицах чтобы прославляли их люди истинно говорю вам они уже получают награду свою и когда молишься не будь как лицемеры которые любят синагогах и на уль и на углах улиц останавливаясь молиться чтобы показаться пред людьми истинно говорю вам они уже получают награду свою также когда поститесь не будьте унылы как лицемеры ибо они принимают на себя мрачные лица чтобы показаться людям постящимися истинно говорю вам что они уже получают награду свою и так когда мы внимательно слушаем или читаем эти слова так что здесь делает христос ну не не говорит ли он с осуждительными словами не судом ли здесь он обращается к этим людям называя их лицемерами вот которые на углах улиц любят молиться которые делают милостынюю так чтобы их все видели которые постятся так чтобы все видели что не постятся то есть христос с осуждением говорит адрес этих людей правда но не так ли это и говорит нам что вы не делайте так как они то есть смотрите на этих людей судя по их поступках по их действиях не делайте так та же 7 глава которую мы уже прочитали ниже стих не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас так что здесь христос говорит просто а обыкновенных псах и обыкновенных свиньях но какую святыню мы можем бросить собаке вот ну что какое что такое чтобы этот собак или жемчуг пред свиньями если брать это буквально вот ну тут а если меня нет никакого жемчуга то что я им брошу я-то видел его там раз или два в жизни вот это не уверен про это настоящее или нет ну как я могу бросить им что-то конечно же здесь христос говорит о людях о людях у которых характер поведение натура соответствует вот этим животным который он принес принят привел в пример и как я могу знать об этом если они будут смотреть и рассуждать и судить о их действиях и их поступках в своем послании апостол павел пишет такие слова согрешающих обличай пред всеми чтобы и прочие страх имели ну как обличай то есть указывая на их грехи на их поступки ну а если я пред всеми скажу там брату или сестре вот и так и так делаешь не делай это неправильно не сказать что ты судишь так я нарушаю слова христа я сужу этого человека потому что говорю что ты поводишь себя неправильно ты лицемеришь как когда-то сказал апостол павел петру говорит я сказал пред всеми когда увидел лицемерие петра ну петр мой кстати павел а что ты судишь ты что не читал что христос говорил не суди судим не будешь понимаете так что мы должны быть очень внимательны также когда мечтаем двадцать третью главу того же евангелистом от вея мы там находим слова христа это вся глава когда мы читаете то есть когда мы читаем просматриваем я некоторые просто так приведу смотрите двадцать третья глава тринадцатого стиха горе вам книжники и фарисеи лицемеры что затворяете царство небесное человеком ибо сами не входите и входящих и хотящих войти не допускаете горе вам книжники и фарисеи лицемеры что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь зато примите тем большее осуждение горе вам книжники и фарисеи лицемеры чтобы ходите море и сушу дабы обратить хотя одного и когда это случится делаете его сыном гиены вдвое худшим вас и дальше и дальше мечтаем слова христа горе вам что даете десятину из тмина мяты там и прочее а суд и милосердие оставили горе вам что отещаете внешность часы когда внутри она наполнена всякой нечистотой опять же обращается к этим людям горе вам вы как гробы окрашенные которые снаружи кажетесь прекрасно но внутри выполнение чистот и костей то есть вся эта глава и христа говорит с такими осуждением осуждая поступки вот осуждая действия людей осуждая их мысли их намерение так что получается тогда значит христос мог судить а нам запрещает ну скажем ну так это же христос это же сын божий он был сердцевидец он видел сердце а мы то сердце видеть не можем правда вот но я думаю что есть моменты жизни когда не нужно видеть сердце когда наружность говорит о том что сердце правда я думаю что каждый из нас встречался с человеком когда ты глянул на него и ты можешь понять что в его в сердце поэтому если христос так поступал и он пишет смотрите такое интересное место кто соблюдает слово его в том истинно любовь божия совершилась из всего узнаем что мы в нем кто говорит что пребывает в нем тот должен поступать так как он поступал то есть жить свято ходить по словам господним если надо обличить человека вовремя понимаете да о чем я говорю ну так так это же получится суд ты же осуждаешь человека христос говорил вы знаете что нельзя этого делать вы знаете мы часто впадаем в крайности в этом вопросе поэтому когда христос говорил не судите то он не имел в виду вещей которые тебя немного перечислил это маленькая часть их можно насобирать описание очень много так о чем же христос все-таки говорил каждому из нас говоря не судите и судимы не будете знаете каждый раз когда мы видим человека делающего что-то не так как привыкли это делать мы у нас всегда есть что сказать в адрес этого человека правда и как правило это будет какое-то замечание и оно будет негативное по поводу того что он делает и не потому что этот человек делает неправильно а просто потому что он делает не так как привыкли видеть и делать мы даже если он делает лучше чем это делали мы слова или поступки людей которые не вписываются в наше понимание в наше мнение они уже автоматически становятся неправильными и заслуживают осуждение почему потому что человек он же ну говорит понимает делает но не так как я понимаю но все таки когда мы наблюдаем за собой то сколько раз мы наблюдали за собой или видели что высказывая какое-то замечание чей-то адрес по поводу чего-то мы потом замечали да может быть и не только мы замечали это что мы были неправы своем суждении своем высказании своем поспешном и предвзятом мнении об этом человеке что этот человек он не заслуживает того осуждения вот которые мы высказали в его адреса не заслуживает того ярлыка который мы попытались уже повесить на него вообще-то очень часто страдает к сожалению этим люди которые сами ничего не делают у них есть время замечать за другими людьми вот и они даже этим оправдывают свою лень но узнаешь я не хочу делать так как то то так вот так вот так вот я не хочу делать лучше ничего не делать вот вообще ничего не делать чем делать так как этот человек и На самом деле, этот человек прикрывает свою лень. Когда мы читаем, есть место в Священном Писании очень интересное. Христос говорит о заповедях. Кто исполнит и так научит, великим наречется в Царстве Небесном. А кто нарушит одну из этих заповедей и так научит? Ну, то тот в Гиену Огненную. Казалось бы, да? Он говорит, тот малейшим наречется в Царстве. А почему? Так он же нарушил, а еще и так научил. Но он хотел, он старался искренно научить, помочь. Но он ошибался в чем-то. Поэтому Бог оценивает старание людей делать что-то, трудиться. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте не будем оправдываться, когда мы не хотим что-то делать, подпирая это Священным Писанием. А лучше делать. Что интересно, что мы так устроены. Иногда с поспешностью высказывать свои мнения, высказывать свои суждения. И что интересно, опять же, в нашей натуре человеческой, что мы с большим интересом будем слушать о чьих-то недостатках, о чем-то грехе, о чьих-то недобрых поступках, о чьих-то проблемах, чем о хороших делах, чем о каких-то духовных переживаниях кого-то, или же даже о Слове Божьем. Я думаю, что многим из вас нередко приходилось наблюдать, особенно в последнее время, в котором мы живем, что в какой-то группе людей, какой-то компании, люди могут говорить о чем угодно. О чем угодно. И с интересом слушать. Тем более, когда они говорят, ты слышал, там, с тем-то или с тем-то, то-то и то-то произошло. А, да ты что? То-то и то-то. А, ты знаешь, этого стоило ожидать. Люди начинают вспоминать какие-то ошибки этого человека. Но как только начинают заводить разговор о Слове Божьем, о том, как учат Писание, сразу у людей проявляет интерес. Вообще-то, натура человеческая этим поражена очень давно. От самого начала, наверное, от грехопадения. Помните, когда-то пророк жаловался Богу? Жаловался Богу на то, что люди не хотят его услышать. Он говорит им, он проповедует, а люди не хотят слушать. И Бог говорит, ты знаешь, если бы ты говорил им о вине и о секере, они бы тебя слушали. С удовольствием слушали. А поскольку ты говоришь о их грехах, то люди не хотят его слушать. Так что мы это тоже замечаем, правда. Почему так интересно, так приятно нам, как говорят в народе, перемевать чьи-то кости? Почему с таким интересом мы можем слушать? Так вот, Священное Писание предупреждает нас, не судите, не торопитесь с вашими выводами, с вашим мнением. Вы можете ошибиться. И с этого произойдет проблема. Будьте осторожны в этих суждениях, чтобы мы не спешили выносить приговор. Так как в каждой ситуации нужно разобраться. Мы иногда очень сгоряча, поспешно высказываем свое мнение, выносим приговор, не вникая толком в ситуацию. Вы помните, есть такой поучительный пример в Священном Писании. Однажды один знаменитый царь, который достиг, ну, такого величия, уважения, его знали везде, его имя гремело далеко, очень далеко. И вот он сделал такое дело. И стукан построил, огромный такой, и приказал, что в определенный момент, при звуке там определенных музыкальных инструментов, все должны поклониться, падший, упасть, и поклониться аж до земли. Кто этого не сделает, ну, не то, что будет лишен каких-то там привилегий, будет лишен каких-то бенефитов, ну, его там разжалуют в каком-то звании, или там выселят из его царства. Там был приговор один, короткий и понятный. Сожгут в печи. На костер такого человека. Все. Или так, или так. И вот прошло время определенное, и когда прозвучали эти звуки, этих музыкальных инструментов, все пали, поклонились, а костеру потом подходят, а ты знаешь? А вот там три еврея, которые остались стоять, они даже не дернулись с места, они не поклонились. Закон же был дан, правда, и казалось бы, а что тут так? Решение понятно. На костер их сразу, в печь, сжечь. Но этот царь был умудрым царем, и написано, он призвал их. Прежде чем суд вынести, он призвал их и задал им вопрос. Сидрат, Месах и Авдинага, с умыслом ли вы сделали это? То есть сознательно ли, обдуманно ли? Вы понимаете, на что вышли? С умыслом вы это сделали? Или так, нашими словами, или какая-то ошибка, недопонимание. Ну, иммигранты, знаете, они же на другом языке разговаривают. Ну, вот вы что-то не поняли там. То я готов повторить. Ради вас троих готов повторить это. Ну, мы знаем там дальше ответ этих мужей, и что дальше произошло. Мы иногда, к сожалению, бывает так, знаете, как Чапаев шашка из-за плеча там рубанул, и все. Моментально. Приговор свой вынес, не вникнув. Не вникнув в то, как нужно делать. Иногда, как я говорю, иногда сгоряча, толком не разобравшись, можем осудить или винить приговор даже близкому нам человеку, какому-то, знаете, или же другу своему, из-за этого теряем иногда друзей. Я когда-то слышал один такой рассказ, историю такую, ну, надеюсь, что она правдивая история где-то на Востоке. Может быть, кто-то из вас ее тоже слышал, потому что даже на эту историю стих есть написан. Когда одна молодая пара, поженившись, они прожили там несколько лет, у них не было детей, и они для того, чтобы не скучать вдвоем, завели себе собаку. Я не знаю, какой породой была эта собака, не так важно. Они завели эту собаку, много времени проводили с ней, играли с ней, вот, ухаживали за ней. То есть, ну, ну, все проявляли много очень уважения и любви к этой собаке. По определенному времени, там прошло, может быть, 5-6 лет, не знаю точно, сколько. В общем, это животное привыкло настолько к ним, он как член семьи был, но Бог благословил их и дал им ребенка. У них родился ребенок. Ну, естественно, все внимание было на ребенка. Они перенесли все свое внимание на ребенка, они наблюдали за этим ребенком, играли с ним, то есть, все, все. И собака оказалась в стороне. Она часто сидела грустная, часто поникнула голову, сидела просто так, не кушала. Нередко смотрела на ребенка так вот странными глазами. Вот однажды случилась ситуация, когда они работали где-то там за домом, оставили приоткрытую дверь в комнату, чтобы было слышно, когда проснется ребенок, собака проникла в спальню к этому ребенку. Через короткое время какой-то отец решил пойти посмотреть, как там ребенок, и когда он заходил в дом, со спальни выбежала собака, окровавленная, в крови, и виляла хвостом, смотря на хозяина. И хозяин сразу сообразил, что произошло. Он схватил свое ружье и выстрелил в собаку. От этого шума проснулся в спальне ребенок, который начал плакать. Когда отец забежал в спальню, ребенок лежал невредимый, а рядом лежала большая змея, мертвая. И тогда он схватился за голову и сказал, что же я наделал? Я убил лучшего друга семьи. Ну, понимаете, это все такие животные, но все равно высказание человека. Такой пример. Вот, к сожалению, иногда бывает в нашей жизни, не разобравшись, поспешивши вынести свой суд, мы своим языком, поступком убиваем лучшего друга, какого-то близкого человека, который к нам был очень хорош, который много нам чем-то помогал и старался нам сделать что-то хорошее, но вы, не разобравшись, поступили так. Да хранит нас от этого Бог. Поэтому Священное Писание говорит нам, наблюдайте за собою, будьте внимательны, будьте осторожны. Мы иногда в своих суждениях, в поступках напоминаем болельщиков, которые наблюдают за мачтым каким-то. Знаете, может быть, вам когда-нибудь приходилось наблюдать, когда люди сидят на трибунах, на скамейках и смотрят на то, что происходит на стадионе. Я вообще небольшой фанат из всех этих спортивных вещей. И когда-то очень любил турник, конечно. Ну, а в детстве всеми играли в футбол, правда? Это же у нас было любимое занятие. Зимой в хоккей, летом в футбол. Но когда-то вспомнилось, когда-то еще был я молодой, жил в Запорожье, и на заводе, когда работал, у нас получилась смена, нас называла холодная смена, это когда прокатные станы не работали, надо было делать ремонт. И тогда такое более свободное время, и это была вечерняя смена, и вечером как раз там шел футбол, какое-то там мировое соревнование, две знаменитых команды. Я не знаю, какие они играли. Тогда и вот кто-то из ребят, рабочих, притащил такой маленький телевизор. И там сели в определенном месте, они это поставили, пошли давай. Ну, я вместе с ними сел сзади, смотрел, я мало что понимал там это, ну, как я тут немного понимал, что такое футбол, но я наблюдал за картиной, которая была впереди меня, вот эти люди, которые сидели. Они то вставали, они то садились на скамейки, они что-то кричали этому телевизору, вроде тот игрок там мог понять и услышать их. Они командовали, кому надо было сделать пас, с какого угла бить поворотом и прочее. И я сейчас, вот что-то мне вспомнилось, вот этот момент, и думаю, а если бы вот любого из них выпустил туда на поле, этого болельщика, такого, знающего толк в футболе, то, наверное, в первые минуты мачта его засвистели бы, закидали шапками, это в лучшем случае, правда? А не бывает ли иногда так с нами в церкви, братья и сестры? А давайте понаблюдаем за собой. Так иногда в собрании. Мы готовы подсказать, мы готовы выступить с отсуждением, посоветовать к тому, кто рассказывает стих, тому, кто вышел петь на сцену, тому, кто вышел проповедовать, а то фонограмма не подходит к этой песне, а то музыка слишком громкая, а стих говорят тихо, а то проповедник там сильно много руками махает, как я сейчас, да, извините, а то сильно тихо говорит, или еще что-то. И думаешь, ну а если, а ты хоть раз попробовал побывать там, ну расскажи стих. Аккуратно, внятно, с интонацией, без музыки, и тебя пусть порадуются люди. Выйди, спой под правильную фонограмму, или проповедь скажи. Понимаете, вот иногда бывает такое, мы готовы, мы знаем, как правильно мы судим все налево и направо. Когда-то один человек высказал такое слово. Говорит, что, к сожалению, все люди, которые знают, как править страной, уже очень занятые люди. Они работают кто уборщицей, а кто сторожем. Понимаете, да? Это, ну то есть вы всегда, да что тут Трамп делает так, да надо было так или вот так, что на самом деле? То есть вот иногда, к сожалению, бывает такое в нашем естестве. Так иногда вот мы способны поступать. Так вот, Священное Писание говорит, будь осторожен в своих суждениях, в своих осуждениях. Прежде чем кого-то осудить, надо самому быть безупречным, вот поступать правильно. У нас иногда, к сожалению, бывают разные мерки в нашем суде, к себе, к своим близким или к совсем чужому человеку. Этого не должно быть. Господь не разрешает и запрещает нам это. Мы читали, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в своем глазу бревна не чувствуешь. Ну, конечно, мы понимаем, слова Христа это сравнение такое просто взятое. Сучок в глазу, то-то уже глаза нету. Правильно? А если бревно кому-то в глаз попало, то от этого человека, наверное, один только глаз и останется. Больше ничего, если туда бревно попало. Но поэтому Христос просто как бы нарисовал такую картину, сравнение такое большое. Ты смотришь, пытаешься достать, но когда у вас что-то в глаз попало, я думаю, что каждому попадало что-то в глаз. Это же настолько болит, неприятно. Ну, что-то мне уже до глаза чего-то, что там у него в глазу. Так вот Христос говорит, что когда тебя глаз поражен, а ты еще пытаешься кому-то помочь, что ты его слепым сделаешь, потому что у тебя самого боль, и ты не знаешь, как избавиться от него, а ты кому-то пытаешься помочь. То есть оно говорит, ты за собой смотри, на свою жизнь, сначала наведи порядок в своей жизни, потом ты увидишь, как помочь ближнему, как помочь брату. Я работаю с металлом, и нередко мне приходится реже, такая пила, Сазал называется, знаете, ну, по металлу, она электрическая, или на батарейку очень быстро режет металл, и маленькие кусочки летят. Я раньше по молодости не всегда пользовался защитными очками, от чего иногда, бывало, страдал, когда в глаз попадет кусочек металла. Ох, это лучше бы оно и во мне попадало никогда. Вот и очень мало приятного вот этого. Поэтому тогда, в тот момент, кому-то еще пытаться помочь, да что-то достать из глазу, это невозможно. Так Христос сказал, чтобы мы наблюдали за собой, старались жить и поступать правильно, но, к сожалению, это бывает так, что наш грех, он не такой страшный, он не такой уж ужасный, как грех какого-то человека. Есть в Юлии одна очень интересная, поучительная история. Она, ну, как не то, что интересная, она очень поучительная история, и не одна. Вы помните, когда-то в одно время царь Давид сидел в себя во дворце, вот, возможно, погружен в какие-то свои думы, занят какими-то своими делами, к нему зашел его друг. Это был пророк Нафан, с которым они в хороших отношениях были, дружили, наверное, как по обычаю еврейскому, шалом Аллахин там, или как он сказал там один другому, поздоровали, что там, как дела. И ему пророк говорит, слушай, царь, есть дело одно, нужно твой совет, нужна твоя помощь. Что случилось? И он говорит ему историю, историю о человеке, который живет недалеко вроде бы. И говорит, ничего, бедняга, ничего не имел. Одну овцу как-то удалось ему там маленьким огненком приобрести по дешевке. Его не так обхаживал, она росла вместе с семьей, он ее кормил, ну, она как член семьи. А рядом жил сосед, богатый, имел достаток, стада, все у него прекрасно, но к богатому зашел гость. И тут, конечно же, ну, великодушный человек, как не угостить человека, который к тебе пришел. Он приготовил хорошее блюдо, угощение этому человеку, но приготовил его с овцы соседа, забрал у него единственную, своих пожалел. И царь Давид воспилал гневом. Так написано. Сразу смерть такому человеку. Моментальный приговор. Смерть такому человеку. За то, что он сделал, должен четверо заплатить. Там и прочее, и прочее. А пророк ему так спокойно говорит, так это же ты. И остыл царь Давид моментально. И он говорит ему, так ты же это, забрал жену Урии Хитиянина, а его убил мечом Амалекитян. Это же твой поступок. И я думаю себе, а если бы Нафан подошел сразу, ну там, конечно, Давид раскаялся, вот, Бог принял его покаяние, хотя последствия Бог сказал, будут у тебя, ты отвечаешь за то, что ты сделал. А я думаю, а если бы, например, Нафан подошел и сразу, так, слушай, царь, да вот понимаешь, вот в народе говорят, неправильно ты поступил, вот такие слухи просачиваются, вот так, вот так ты сделал, знаешь, ну тебя надо за это наказать, то я думаю, наверное, царь Давид бы начал сразу выгораживаться как-то так, вот, ну, ну понимаешь, не, ну я же, ну не совсем уж так поступил, тем более, это не я, не я его убил, так я же жену забрал, я же не оставил ее вдовой просто так, пусть живет как хочет, я же ее забрал, вот она уже царица, она всем обеспечена, я же вот как-то, ну, искупляю свою вину. Но здесь, когда пророк зашел издалека, и царь даже не подозревал, что касается его, очень резко сразу, пах, свой приговор, а вот так надо поступить с этим человеком. А ему пророка, слушай, а вот это дело. Вторая история такая, есть еще в Библии поучительная, был такой человек на земле Иуда, Иуда, это один из сыновей Иакова, вы помните, у него было три сына, старший из них женился, взял Фомарь, вот, умер без детей, второй женился, тоже умер, и остался младший Шелла, который, вот, должен был жениться, но Иуда побоялся, чтобы этот не умер, ну, это длинная история, можете почитать ее, в Бытие, в 38 главе, есть записано, 37, 8, вот, написана эта история, но там другое, там, Фомарь поступила очень хитро, она оделась в одежду блудницей, ну, вы почитайте, что произошло, и вот там написано, прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря, Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда, Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена, вот так вот, сразу, моментально, из-за плеча, раз такое дело, как это она, ты смотри, до чего докатилась, в блуд упала, все, вывезти ее и сжечь, не просто там побить камнями, сжечь ее, чтобы знала, как это делать, и написано, когда повели ее, то она взяла там некоторые вещи, которые принадлежали Иуде, а возвращаясь назад, вы помните, как это произошло, это Иуда шел, а Фомарь узнала об этом, перейдила с блудницей, он увидел, ну, я войду к этой женщине, да ну, можете почитать это в Библии, это был виновник Иуда этому всему, так он себя не видел, а когда Фомарь сразу сжечь ее на огне, она послала ему вещи, перевязь там, посох, перстень, и говорит, что узнавай, чье это, так вот я беременна от человека, чьи это вещи, когда Иуда глянул, а это же его все, и сразу остыл, моментально, все же и сожаление появилось у него, к этой женщине, и даже уважение, говорит, она умудрее меня, она умнее меня оказалась, и конечно ее не сожгли, она потом родила еще близнецов, так вот понимаете, иногда когда это не касается нас, или когда мы думаем, что не касается нас, мы очень резко, очень быстро, очень так, знаете, строго можем выступать с осуждением, и Христос говорит, не судите, и не судимы будете, потому что каким судом судите, так и ими вас будут судить, какую меряю отмерите, такую и вам отмерят, в другом месте написано еще, утрясенную, нагнотенную, и переполненную, так, чтоб с достатком было уже вам, чтоб знали, и потому что ты смотришь на сучок брата, в глазе брата, а в своем глазу бревна не чувствуешь, то есть посмотри внимательно, наблюдай за своей жизнью, прежде чем выносить какой-то приговор, и какой-то суд, тот же Давид в 138-м салме пишет такие слова, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Вот это должно быть и нашей молитвой. В первую очередь. «Испытай меня, Боже, и узнай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути, и направ меня на путь вечный». Вот это первую очередь, о чем мы должны переживать, нуждаться в Боге, молиться, чтобы я, мое сердце, я ли не на опасном пути. Но опять же, возвращаясь с самого начала, это не значит, не говорит о том, что мы абсолютно вообще ни о чем не имеем права никогда судить. Я вначале вам говорил много вещей, те, где написано, где мы должны быть мудрыми, где мы должны выступать с осуждением, где мы должны рассуждать, судить, и пусть поможет нам в этом Господь быть мудрыми в этом, держаться в Слову Божию и Ему служить. О Господу вся слава. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!